Венгерская рапсодия Гастроли по России ансамбль начинает именно с Нижнего Новгорода. Мы чувствуем себя дома, потому что Венгрия тоже полна именно зданиями, сценами такого архитектурного стиля, построенных именно вот в этот период. Мы сегодня сюда прибыли в два часа дня, но мне кажется, как будто мы здесь уже целый год. Венгерская рапсодия – это 60 участников крупнейшего национального профессионального ансамбля. Постановщики этой программы на основе классической традиции создали уникальный мир танца, где сложнейшие танцевальные и архаичные музыкальные номера с помощью современных проекций на сцене представляют все богатство народной культуры Венгрии. Стараемся идти по нарастающей, от небольших мероприятий до таких крупных, как, например, сегодня. Это привести коллектив, это 60 человек, людей с костюмами. Это не так просто. Скажу вам по секрету, что только на таможне они вчера стояли больше суток, чтобы их разгрузили. Разрешили проехать и сегодня, чтобы здесь они выступали. Наш город в лице почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде и Лады Нагорной проводит колоссальную работу по налаживанию взаимоотношений между двумя странами. Так, например, у нашего города появился побратим Венгрии – Дьор. В столице страны Будапеште проводятся различные выставки нижегородских художников. Мало кто знает, но между регионами Венгрии и Нижним Новгородом существуют и исторические связи. Знаменитая библиотека Шарашпатакской реформатской, ну протестантской школы, она была перемещена после Второй мировой войны. Она сохранялась именно в библиотеке города Нижний Новгород. И когда впервые из перемещенных ценностей эта коллекция была возвращена протестантской коллегии города Шарашпатак, то все знали о том, что до того момента эта библиотека, эта коллекция хранилась именно здесь, в вашем городе. В свою очередь венгерские деятели искусства делают свои подарки Нижнему Новгороду. Так уже 12 июня на Волжской набережной будет установлена скульптура мастера Эрвина Эрвиларана «Прорыв», которая признана лучшей скульптурой в мире по итогам 2014 года. Почетное консульство начало недавно свою работу, но без сотрудничества с Нижним Новгородом и области Нижнего Новгорода стали очень интенсивными, динамичными, появились новые идеи. И мы видим, что в различных областях промышленности, машиностроения, не только в области культуры, у нас есть хорошие возможности для сотрудничества. Самый надежный мост, через который выстраивается дружба на долгие года и на долгие века, это все-таки дружба через культурные мосты. И мы очень довольны, что четвертый год подряд эти мосты успешно наводятся между Россией и Венгрией, между Будапештом, Дьором и Нижним Новгородом. И каждый год дни культуры в Венгрии и Нижнем Новгороде проходят все с большим и большим успехом и интересом. После почти двухчасового выступления зрители под громкие овации несколько раз возвращали артистов на сцену. Теперь венгерская рапсодия отправится в Москву. Также фольклорно-хореографическую программу покажут еще в нескольких городах России в рамках Дней Венгрии. Алексей Рожин, Георгий Захаров, столица Нижней.